Здарова, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. Сегодня ровно три года почти прошло с момента, когда началась программа QAED. А если быть точно, осталось 3-4 месяца до того, как будет три года, как она открыта, эта программа. И сегодня мы с вами собрались, чтобы определиться, что делать дальше, какие программы использовать, как эмигрировать. Нельзя же всю жизнь сидеть на QAED на открытом разрешении на работу, нужно получать документы. Для этого я позвал Олега, сертифицированного иммиграционного консультанта, который в целом, я скажу так, наверное, уже на этих программах на всем собаку съел. Поэтому он сегодня будет вам обещать, я буду только сидеть, слушать и хлопать глазками. Привет, Олег! Привет, Ваня! Рад тебя видеть. Дальненько мы с тобой не записывали, но действительно хороший как раз повод. Мы как раз в конце года, можно сказать, немножко подводим итоги. И да, в принципе, пора задуматься о том, что делать дальше, какие варианты есть. С какими проблемами люди сталкиваются. Ну и, конечно же, попробуем подсказать людям, какие могут быть решения в разных ситуациях. Так что давай, наверное, я начну издалека. Давай начнем с того, что сколько бы ни было у нас претензий к нынешнему правительству Канады, они все же не забыли тот факт, что в Канаде сейчас находится 300 тысяч граждан Украины в разных статусах, в разных ситуациях. И что-то с ними как-то надо делать. И первое, что надо отметить, это в какой-то мере правительство отложило решение проблемы, переложив ее на, как говорится, на дело самих утопающих, позволив продлевать ворк-пермиты еще на три года к тем, кто приехали в самом начале. Так что первое, что я должен сказать, что обязательно, даже если вам это продлить всего лишь полгода, девять месяцев, все равно имеет смысл подаваться и продлевать, потому что иногда вот этих даже пару месяцев решающими могут быть. Так что всем-всем-всем обязательно продлевайте ворк-пермиты, пока их дают. Да, это уже делается за денежку. Надо отметить, что в принципе, ну, с одной стороны, денежка вроде бы и не совсем большая, с другой стороны и не маленькая. Продление ворк-пермита на человека – это 255 долларов. 155 за сам процессинг и 100 долларов за Open WorkPermit Holder Fee. Вот. Следующий момент, который я хочу подчеркнуть, это тоже. Вот мы неравно с тобой записывали ролик про то, что все, Канада закрылась, цифры уменьшились, все, как бы караул, всем плохо. И я тогда вскользь это упомянул, но еще раз хочу подчеркнуть, что те, кто уже находится в Канаде, вы все равно в привилегированном положении, потому что акцент и упор будет во многом делаться на тех, кто внутри Канады. То есть от уменьшения квот, парадоксально, кстати, от уменьшения квот выиграют те, кто хорошо знают английский язык, те, кто работают на каких-то квалифицированных профессиях, у кого есть образование и молодой возраст. Вот. Там, как бы, в принципе, мы имеем около 40 тысяч, это, да, всякие востребованные категории, начиная от франкофонов, скиллтрейдс и других медицинских работников. И около 80 и чем-то тысяч это было на кандидатов, которые просто по Канаде Экспириенс Классу у кого есть опыт работы в Канаде. То есть вот эта вот категория коэтиков, они, в принципе, вот входят в эти числа. Я ожидаю, что там будет, ну, процентов, наверное, 20 украинцев, я думаю, можно ожидать как минимум, а может и больше. То есть с этой точки зрения, что делать дальше? Работать, учить язык. Работать, учить язык. Чем больше канадского опыта работы на квалифицированных работах у вас будет, тем лучше у вас будут шансы. Чем выше вы поднимете свой английский язык, тем больше у вас шансов. Если есть желание и возможность сесть за французский язык, садитесь за французский язык, он тоже дает огромные-огромные плюшки. Вот. Еще что должен отметить в этом контексте, это... Часто я сталкиваюсь с такой вот проблемой. Ко мне приходят люди на консультацию, мы мило беседуем, они мне рассказывают, что у них уже там есть как бы там два года опыта работы в Канаде, все замечательно. Пока дело не доходит до вопроса, а есть ли у вас пейстабы? И они такие, а что это? И тут начинается очень веселый момент, как бы, ну, на самом деле, очень грустный, потому что оказывается, что эти люди работают с сабконтракторами, то есть они вроде как наемные работники, но на самом деле они не наемные работники. И да, я знаю, что были прецеденты, когда налоговая говорила, что несмотря на то, что этот как бы сабконтрактор работал только на одного работника, терапыры и так дальше, надо еще... Ну, короче, для того, чтобы ваш труд считался наемным трудом, вам нужно получать зарплату регулярно, нужно получать пейстлипы или пейстабы, с которых списываются пенсионные, налоги и employment insurance. Тогда это железобетонные доказательства того, что вы наемный работник. Еще один фактор, который подтверждает, что вы наемный работник, это если вам в конце налогового года, ну, каждый раз это обычно вот 3-4 неделя февраля, работодатель должен выдать документ под названием Т4. Форматический форм налоговая, это является подтверждением того, что вы наемный работник. Вот. Это те, кого изменения затронули меньшим, как бы, уровнем, вот. И, наверное, давай сейчас поговорим, а что делать тем, которые как раз больше всего и пострадали. Вот, вот, короче, у меня основной вопрос, наверное, такой. Все, что если ты молодой, с английским языком и с офигенным опытом к работе в квалифицированной работе в Канаде, то в целом, куэт и не куэт, у тебя все ясно, спокойно. Ты там идешь в рамках экспресс-энтри системы федеральных, там, не паришься сильно, поэтому не заморачиваешься. А среднестатистическому человеку, который вот либо приехал только, либо вот только вот собирается приезжать, такие тоже, кстати, есть еще удивительно даже, я слышал, что до сих пор даже умудряются в аэропорту выдавать ворк-пермиты. Там есть несколько сценариев в отдельных случаях, но, опять же, не будем забывать про человеческий фактор, и офицеры тоже люди. Да, в общем, anyway, так вот, что делать, вот куда ехать вот за пиаром? Вот, ну, представляешь, человек просидел в Торонто, там, год-два, поработал здесь, понял, что у него ничего не получается, там, никакие иммиграционные программы тут местные для него не подходят. Куда ему ехать? Что делать? Вот какие провинции рассмотреть тем, кто хочет более-менее по-легкому пройти в сторону пиара? Ну, давай, наверное, сделаем так. Так, давай пройдемся сегодня, вот, может быть, мы с тобой даже сделаем такую интересную штуку, давай откроем сегодня карту Канады, вот, идем на Google Maps и просто, вот, посмотрим на все варианты, которые могут быть, и я объясню, каким принципом стоит руководствоваться, чтобы вот стратегически себе построить какой-то потенциальный план. Сразу отмечу тут два момента. Во-первых, есть смысл смотреть на, первое, что это, на востребованные профессии, где какие профессии, как бы, требуются. Второе, смотреть, где открытые программы, принимающие заявки, или же где есть большая вероятность, что эти программы там скоро откроются и начнут принимать заявки. Ну, сразу, первое, что вспоминается, условный Нью-Брансвик, который все закрыл, но сейчас начнется Новый год, новые квоты от федералов они получат. Да, их будет в два раза меньше, но они будут. То есть, смотреть есть смысл. Давай начнем вот с востока на запад. Первая провинция, которую я хочу сегодня отметить, это вот Нью-Фауленд и Лабрадор. Она у нас состоит из двух частей. У нас есть провинция, в принципе, континентальная часть Лабрадор, где живет около 40 тысяч аборигенов. То есть, там, ну, очень мало и работы, и туда, как бы, нет смысла большого ехать. И у нас есть остров Нью-Фауленд, который за последние годы очень сильно экономически начал развиваться. Там, кстати, очень красивая природа. Парадоксально, там даже климат будет помягче и потеплее, чем в континентальной Канаде. Здесь у нас живет примерно 550 тысяч населения. У нас есть город Сент-Джонс, где со всеми пригородами уже где-то около 1150, наверное, есть. Почему нам интересна провинция Нью-Фауленд и Лабрадор? А потому что у них есть, наверное, самая простая на сегодняшний момент программа, которая как раз начинает потихоньку пользоваться популярностью у украинцев. У них не очень большая квота на провинцию. По разным оценкам у них где-то около 3000 человек в год всего лишь. Но, опять же, не будем забывать, что удаленный остров, отделенный от континента, мало кто туда, в принципе, хочет ехать. Чем нам нравится их программа? Во-первых, там принимают все профессии, без исключений. Во-вторых, в этой программе довольно высокий порог возраста. До 59 лет кандидатов принимают, и это очень-очень классно. Фактически мы можем резюмировать про эту программу следующее. Если вы находите любую работу на острове Нью-Фауленд, в провинции Нью-Фауленд и Лабрадор, и ваш работодатель старше, чем два года на рынке, и у вас джоб-офер на позицию 30 часов в неделю минимум и контракт на один год, вы уже подходите. Даже языковые требования, они для отдельных кандидатов, там четверок по CLB достаточно, и тут даже в это не надо делать. Но самое главное преимущество этой программы заключается в следующем. Срок рассмотрения заявки на номинацию провинции около одного месяца. То есть представьте себе гипотетически, вот у вас вы приехали, вы где-то там живете, работаете на каких-то работах, но вот в условной Альберте, вот куда приехало очень много людей. И непонятная ситуация сейчас там с иммиграцией. Вы находите работу любую на острове Нью-Фауленд, переезжаете туда, работодатель подходит, вы подходите, вы подаете заявку уже спустя месяц. У вас на руках номинация провинции, с которой вы подаете заявку на ПМЖ. Давай сразу будем на плюсы и сразу отмечать минусы. Какие главные минусы есть в этой программе и к чему офицеры могут прицепиться? Во-первых, офицеры с большим подозрением относятся к кандидатам, которые имеют связь с какими-то другими провинциями. Если у вас условный родственник живет в Торонто, это минус. Если вы, не знаю, купили квартиру где-нибудь, не знаю, в Бритишске, в Калгари, как бы, это уже тоже минус. То есть они на всякие такие вещи смотрят. То есть их задача убедиться, что вы имеете искреннее намерение оставаться в Ньюфауленде-Лабрадоре. Со мной коллеги недавно поделились случаем замечательным, где чашу весов офицера по предоставлению номинации провинции перевесило то, что заявители отметились где-то на Ютубе в каком-то видеоролике, они рассказывали, как им там нравится, и что они себе даже купили лодку. И вот офицер увидел, ага, ну раз они себе купили лодку, они собираются, помимо того, что работа тяжелая, они еще собираются развлекаться. Ну, значит, это настоящий имя. То есть, чтобы вы понимали, до какого уровня офицеры могут проводить свои проверки в некоторых случаях, чтобы убедиться, что это настоящие потенциальные постоянные жители для провинции, а не те, кто хочет просто использовать программу для того, чтобы получить ПМЖ. Поэтому вот программа Ньюфауленда мне она очень нравится. Клоты, да, маленькие, но вместе с тем любая профессия, любой работодатель практически, то есть это очень хороший вариант. Ну и, наверное, еще таким немаловажным плюсом скажу так, что из минусов там чуть-чуть дороже логистика, потому что многие вещи поставляются с континента, в то же время там существенно дешевле недвижимость. Там можно купить дом за, например, условных 150-200 тысяч. Как бы, как вам? Не квартиру, дом. Ну и парковочное место в Торонто. Ну, как бы да. Ну, в принципе, да, эквивалент стоимости доунпеймента в условном монтаре где-нибудь примерно. Ну да. Давай пойдем дальше. Давай так, если у тебя будут какие-то вопросы по провинциям, то ты задавай, я буду, если что, двигаться дальше. Да. Мне вот по Новоскоши, что там? Нет, Принц Эдвард Тайланд. Ну, сейчас, да, давай, давай. Не буду тебе мешать, давай. Давай, давай, да, да. Вот. Следующая провинция, на которую я всегда стараюсь обратить внимание клиентов на консультациях, и вот в контексте ребят по КОЭТ, это тоже будет хорошим вариантом сейчас, это провинция Новоскоша. Она довольно-таки отличается и выделяется от всех атлантических провинций, потому что тут у нас уже есть город, ну, так, мегаполис по канавским меркам, Галифакт со всеми пригородами, вот вместе с Дартоном, вместе с Бэтфордом, с Лоуэр Саквелем, все вместе, тут где-то около полумиллиона жителей, то есть вот как весь Ньюфауленд, вот. Помимо этого, еще полмиллиона раскиданы по всей остальной провинции. Важный момент, с точки зрения экономики Канады, нужно помнить, что такое Галифакт и почему он настолько важен для нашей экономики. Это один из трех главных портов страны, то есть работа в сфере логистики, работа в сфере грузоперевозок, то есть какие-то вот такие вот околопортовые профессии, их очень много, и так или иначе, там очень много завязано на импорт-экспорт, и работа есть. Да, стоимость жизни в Галифаксе будет повыше, но вместе с этим варианты всеммиграции там тоже есть. Несмотря на то, что вся Атлантика уже там позакрывалась, Новоскоша до сих пор открыта. Да, они писали, что у них очень много заявок, что они будут чуть-чуть меньше принимать их, но никуда не делась программа иммиграции. Что у нас хорошего в Новоскоше? У нас есть, ну, давай, наверное, так, для Куэйтников приоритетными сейчас будет три стрима, вот, на которые стоит обратить внимание. Есть первый стрим общий, Skilled Worker. Он, наверное, один из самых популярных сейчас. Что в нем мы наблюдаем? Мы в нем наблюдаем, что нам нужно найти любую работу, опять же, главное, чтобы она была фуллтайм, и тут очень интересно они сформулировали. Они ищут людей, которые уже имеют опыт в той сфере, по которой их приглашают. То есть, условно говоря, вы где-то поработали на какой-то профессии, хотя бы один год, вы нашли под этой же профессией работу в Новоскоше, вы уже выполнили вот это вот условие сходу. То есть нам не нужно приезжать и там вот отрабатывать какой-то как бы период, кроме ситуации, когда у нас работа в тирах 4 и 5. Вот тиры 4 или 5, у нас есть обязательство 6 месяцев у работодателя отработать, прежде чем подавать заявку. Давай сразу смоделируем ситуацию. Вы находите какую-нибудь любую работу где-то в Новой Шотландии. Вы раньше в этой специальности никогда не работали. Вам нужно отработать один год. Вам нужен предварительный опыт, прежде чем воспользоваться программой. Если вы до этого уже работали по этой работе, и это Ноки уровня 0, 1, 2 и 3, сразу можно подаваться. Если это Ноки уровни 4 и 5, и у вас до этого был год опыта, нужно 6 месяцев отработать. Возраст до 55 лет принимают. Вот сразу давай сравним, если вернуться немножко на секундочку на карту, то Принц Эдвард Айланд и Ньюфанланд 59 лет граничный возраст, Новоскоша граничный возраст 55. Нью-Брансвик 55 лет граничный возраст, чтобы получить баллы. Вот. Возвращаясь к требованиям. Опять же, с языком они сделали очень интересно. Они поставили, что CLB-5 нужно для квалифицированных профессий, для неквалифицированных достаточно четверок и четверок. Там, кстати, есть еще интересный момент, когда можно обойти требования по языку, если работодатель подпишет письмо, что ему хватает вашего языка. За это тоже эту программу часто любят. Еще один хороший момент, который тоже многие оценят в Новой Скоше, это достаточно среднего образования. И, внимание, нам не нужен ВЭС. Это одна из немногих провинций, где ВЭС не обязателен. Можно пройти без ВЭСа. Вот. Это стрим Скиллт Воркера. Окей. Совместимый с ним еще, параллельный, скажем так, есть еще стрим, который называется Occupations in Demand. В нем сейчас пять профессий. Вот помнишь, я говорил, что нам нужно смотреть, какие профессии где требуются. И что мы здесь видим? Вот заполните профессию, которая сейчас много где таргетируется, начиная от экспресс-центра федерального, заканчивая почти всеми атлантическими провинциальными программами. Помощники медсестер. Nurse Ed. Они таргетируются и хотят. Там не нужно предварительное медицинское образование. Там не нужно какая-то серьезная специализация. Там достаточно пройти курс CPR, on-the-job training. И, в принципе, все. Потом мы видим, здесь у нас есть уборщики, у нас есть дистрак-драйверы, операторы тяжелого оборудования и разнорабочие на стройке. Вот пять профессий, которые они сейчас таргетируют. Обратите внимание, насколько здесь даже проще условия. Возраст тоже 21-55. Предварительный один год опыта до этого за последние пять лет. В любой профессии? А, related, да? Нет, related, related. Только именно в той же профессии. Среднее образование, язык четверки. Ну, то есть самый минимальный набор требований. Важный еще момент, который стоит подчеркнуть, тут нету проходных, нету какой-то бальной системы. И еще один момент, за который тоже стоит отметить провинцию Новоскоши, тут нету government fees. Мы подали заявку, с нас никаких денег не взяли. Уже на федеральном уровне, да, там будет government fees. На провинциальном уровне мы подали заявку, все замечательно. И последний стрим, который в Новоскоши стоит отметить, опять же, строительная сфера переживает бум конкретно в Новоскоши. Очень много строительных компаний, всегда есть работа, и они в этот замечательный стрим объединили фактически все строительные профессии, начиная от проработок, construction manager, до, опять же, самого простого работяги, разнорабочего. Включили сюда и карпентеров, и кирпичоукладчиков, и операторов крана, и бетонщиков. То есть, ну вот, кто умеет работать руками, Новоскоша, construction pilot, это сейчас замечательный вариант. Строительных, как бы, проектов и компаний там сейчас очень много, и это не хватает. Да, это в какой-то мере больше ориентировано на мужчин, безусловно. Но, как бы... Ну, жены паровоза могут идти. Жены идут, да, жены могут, как бы, просто, как бы, то есть, параллельно какую-то другую работу найти. Требования такие же. Один год предварительного опыта, с образованием даже еще проще. Они здесь допускают даже ситуацию, когда нету среднего образования. Если вместо среднего образования вы просто закончили какую-то строительную, как бы, обучающую программу, это подходит. Кстати, вот мы с тобой как-то говорили про это, что практически везде среднее образование, да, обязательное, а в этом стриме оно необязательное. Таких программ почти нету. Возраст 21-55, и с языками такая же ситуация, как и в skilled worker. То есть, для квалифицированных достаточно пятерок, для неквалифицированных достаточно четверок. Олег, вопрос по образованию еще. Гипотетически человек может, допустим, сейчас пойти, этот курс закончить какой-нибудь по construction, хотя он работает уже на construction год, да, ему не хватает по образованию, он может пойти сейчас в курс пройти, его просто подвесить сразу к эмиграции, да? Не важно, что он работал без этого курса, да, до этого? Да, именно это они и прописали здесь, что для строителей даже не обязательно средней школы. То есть, условно говоря, не знаю, там, вы вот учились, вот 9 классов закончили, и потом бросили школу, 11 классов не закончили. То есть, вот это может быть программа для вас. То есть, вам нужно просто вот показать, что вы какой-то вот где-то, что-то еще прошли, какой-то сертификат. И, в принципе, есть достаточно короткие курсы, буквально там пару месяцев, где можно получить какой-то сертификат, и вот мы уже выполняем это условие. Вот. Собственно, вот три стрима новой скоши, они мне очень нравятся, по ним довольно неплохие рейты аппрувелов. Да, сроки рассмотрения здесь уже никак не в Фауленде, где-то один месяц. Тут у нас сроки рассмотрения где-то около полугода в среднем. То есть, ну, тоже у нас бывают клиенты, которые за 3-4 получают, бывают клиенты, у которых это забирает 7-8, кому как повезет, но в среднем, я бы сказал, что 6 месяцев вполне реалистичные сроки. 6 месяцев – это провинциальная часть рассмотрения. Да-да-да. А потом федеральную? После чего мы спокойно на федеральную идем, да. Все верно. Окей, понял. Окей, что дальше? Куда идем дальше? Давай снова вернемся к карте, и вот посмотрим на самый-самый маленький островок, самая маленькая провинция Канады – остров Принца Эдварда. Деревня всей Канады. Кстати, вот классика канадской литературы, это есть книга Анна с зеленых чердаков «And from Green Eagles». Я не помню, как оно точно на русский переводится. Вот действие как раз происходит на острове Принца Эдварда. Да, я целый тест сейчас проходил, сдавал, я вот читал, был у меня про это все, да. Да-да-да, вот чтобы поднимать английский язык, советую попробовать почитать. Там не самый простой язык, но как бы история повествования про маленькую девочку, в принципе, не суперсложна. Так вот, к чему я веду. На острове Принца Эдварда у нас нету крупных городов. Тут только маленькие такие городочки-поселки. Самые крупные поселения, по-моему, это Шарлоттаун, в котором, если мне не изменяет память, там тысяч сорок, наверное, живет. Давай даже приблизим, посмотрим, видите, буквально пару кварталов, и на этом все, закончился. Но там тоже есть программа эмиграции, туда тоже, в принципе, едут люди, и у них квота, хоть и малюсенькая, там всего лишь около тысячи человек в среднем. Они, кстати, сами себе попросили уменьшить квоту сейчас. Ну, смотри, они объективно смотрят на рынок труда и смотрят, что окей, что им нужны сейчас, не знаю, десятки тысяч людей. Им надо точечно как бы помочь своим работодателям и вообще. И вот, пожалуйста, у них есть тоже стрим, который называется Occupations in Demand, востребованные профессии. Это те, кого они с удовольствием примут даже из других провинций. Смотрим, какие у нас профессии. Ты, кстати, сейчас вот будешь смеяться, потому что мы везде будем видеть плюс-минус одни и те же профессии. Мы смотрим на помощников медсестер, мы смотрим на трак-драйверов, мы смотрим на разнорабочих на стройку, мы смотрим на уборщиков. И отдельно, вот смотри, вот из оставшихся четырех профессий что за зверь такой Other Laborers in Processing, Manufacturing and Utilities. Грубо говоря, это на всяких маленьких производствах работники. Material Handlers – это другой тип работников, которые тоже, в принципе, на разных производствах, в мануфактурах работают. Отдельно они здесь поставили вот ног по операторам всякого оборудования в пищевой промышленности. И отдельно они мясников поставили еще. Ну, это тоже, это имеется в виду промышленные мясники, которые занимают, опять же, сельское хозяйство, они выращивают птицу, они выращивают животных, вот как бы у них есть мясная промышленность. Возраст – все замечательно. До 59 лет они спокойно принимают кандидатов. Они тоже хотят, чтобы у вас был один год фулл-тайм работ, опыта, который соотносится с профессией, по которой вам предлагают работу. Они хотят среднее образование. Язык четверки достаточно. Ну и остальные требования, это ведь, ну тоже, все пишут демонстративно, как бы, что мы хотим, чтобы вы, да, хотели у нас жить. То есть не воспользовались нашей провинцией для эмиграции, а чтобы вы остались. Я про это в конце тоже одну ремарку, как бы, важную расскажу, чтобы просто люди понимали свои права и обязанности. Да. Вот, поэтому… Олег, я хотел бы тоже, извините, что я перебил. Дорогие друзья, вы сейчас вот смотрите это все, видите, везде НОК 33101, 75110. Ребяточки, молю вас, вы узнаете, как ваша профессия, какой классификатор профессии НОК. Потому что эмиграция, вот ты заходишь, вот понятно, трак драйвера, да, но есть, например, какие-нибудь профессии, типа вот этот, там, не знаю, вот 95109, да, там же список целой профессии, там же не одна профессия, там в НОКе много профессий. И это не значит, что если вы там вот конкретно потому, что здесь написан не проходите, но вы по НОКу проходите, значит, вы же можете по этой программе пройти. Верно я понимаю? Правильно? Да, надо узнать свой НОК, пожалуйста, ребят. НОК обязательно узнать, это одна из первых вещей, которые мы стараемся всегда определить. Причем, что давай даже, наверное, может быть, напомним, мы потом закончим с Атлантийскими провинциями, мы отключемся на НОК и посмотрим, что это за зверь такой и как его определять. Да, хорошо, давай. Вот, значит, по острову Принца Эдварда, в принципе, по условиям, тут все очень легко и очень понятно. Да, еще раз подчеркну, маленький остров, квот много нету, количество работодателей, оно тоже ниже, но если вот вы нашли вот свою нишу по своей профессии, там да, нуждаются люди. То есть, если вы хороший специалист и сможете убедить работодателя, то как бы путь к эмиграции, он будет довольно-таки безоблачным, главное найти. Окей. И, значит, последняя у нас осталась вот в Атлантике провинция Нью-Брансвик. С Нью-Брансвиком ситуация довольно интересная тем, что, с одной стороны, он вроде бы по населению чуть-чуть меньше, чем Новоскоша, но в отличие от Новой Скоши, где у нас есть Галифакс, тут у нас нету больших городов. Вот Монтад, в котором ты жил там, сколько, 1150? 150, да, 160. Что-то такое. Вот столица Фредериктон, там тоже что-то около 120, Сент-Джон тоже что-то около 120-130, то есть это все небольшие городки, но они довольно равномерно разбросаны по провинции. Нью-Брансвик у нас чуть-чуть отличается от остальных провинций. Во-первых, это двоязычная провинция, там можно как с английским, так и с французским языком идти на эмиграцию. Кроме того, в Нью-Брансвике у нас есть тоже разделение на квалифицированные Ноки, есть на неквалифицированные. Нас в данном контексте будут интересовать именно стрим, который называется Skilled Worker. В нем у нас есть уже бальная система, но не пугайтесь этой бальной системы, она очень простая и есть очень много сценариев, как нам по этим баллам можно пройти. Подчеркну еще раз, тут есть требование набрать какой-то минимальный порог для того, чтобы зарегистрироваться в школе кандидатов и достичь этого минимального порога не так сложно. Там нужно набрать 60 баллов по 100-бальной системе и давай сразу промотаем и смотрим, кого у нас хочет Нью-Брансвик. Давай гипотетически сразу строить стратегию для нашего потенциального КУА-чика. Давай будет нашему КУА-чику в диапазоне 22-55 лет. За это мы ему 10 баллов уже сосчитаем. Язык. Наш КУА-чик сдаст хотя бы на четверку язык. Давай ему поставим плюс 16 баллов. Все, уже замечательно. Уже 26 баллов. Уже молодец. Идем дальше. Следующее у нас требование по бальной системе это образование. Обратите внимание, даже люди со средним образованием получают 15 баллов. Разница между условным доктором или магистром и средней школой всего лишь 15 баллов. Все реально, все достижимо. Плюс 15. И вот мы уже имеем целых 41. Дальше у нас за опыт работы начисляются баллы. И здесь максимум это 20 баллов. И здесь вот интересно. Тут в принципе можно считать любой опыт. Вот вы имеете опыт работы, мы его считаем. Ну то есть в своей стране, в родной, в Украине. Да, да, да. Давай даже пойдем по пути, что у нас сейчас вот человек, который, не знаю, вот давай у нас будет вот молодой специалист, который имеет всего лишь один год опыт работы. Вот больше нету. Вот. Возьмем 5 баллов. Вот казалось бы, вот еще нам 14 баллов надо каким-то образом наработать. Как их можно наработать? Сразу смотрим. Priority sectors. И у нас в Priority sectors есть 8 сфер, на которые New Brunswick делает больший упор. Кого мы здесь видим? Мы снова видим знакомые Healthcare, все медицинские профессии. Мы здесь видим, понятное дело, IT. Ну, даже на New Brunswick иногда бывает IT. Мы здесь видим сферу транспорта. Привет трак-драйверам. То есть в вариантов найти какую-то работу, которая будет вот в одном из секторов, это не так сложно. То есть потенциальных вот этих вот 10 баллов, давай их вот даже засчитаем. Вот. Если не опытом работы, то вот этими Priority категориями мы набираем уже 56. Внимание, нам осталось 4 балла, чтобы нам хватило пройти порог и регистрироваться в системе. Adaptability максимум 12 баллов, за что мы можем еще баллы себе собрать. Вы отработали в New Brunswick сценариев. Он, во-первых, реалистичный, во-вторых, он нам для такого человека уже позволяет пройти через порог. Через образование в провинции, ну, давай намеренно проигнорируем. Связи семейные тоже проигнорируем. И те, кто едут в New Brunswick с супругами, отправляете вторую половинку сдать на тот же CLB-4 и вот вам еще 5 баллов. И опять же, мы прошли. Почему я это все показываю? Пройти по New Brunswick по баллам, это не составляет большого труда. Поэтому резюмируем. Нам нужно сделать эмиграцию. Сейчас в New Brunswick временно пристанно идет прием заемок. Мониторим ситуацию. Начнется 2025 год. Рассылаем резюме. Если где-то клюет, едем в New Brunswick и набираем баллы, регистрируемся в системе и все будет хорошо. Вот 4 провинции атлантические, это, наверное, сейчас 4 главных места, куда я агитирую клиентов, обратить свой взор в контексте поиска работы и контексте более простых вариантов с эмиграцией. Давай Квебек, наверное, намеренно пропустим. Антарию сейчас тоже пропустим. Про это мы неоднократно говорили. Манитоба. Манитобу мы намеренно пропускаем, потому что мы помним, что Манитоба имеет штрафные баллы, если вы работали в другой провинции. Два фактора против Манитобы конкретно на текущий момент. Первое, это штрафные баллы. Второе, в Манитобе сейчас тоже все квоты выполнены. У них сейчас даже люди с баллами выше 800 до сих пор не получили приглашения. Люди ждут очень долго. Временно я бы на Манитобу пока что не смотрел. Кроме ситуации, когда вы уже находитесь в Манитобе, ну тогда я вам скажу, переезжайте в Атлантику. Вот. И последняя провинция, которую мы с тобой сегодня затронем с точки зрения простоты иммиграционных правил и легкости требований, это Соскочеван. В Соскочеване у нас есть тоже, вот, они славятся тем, что у них очень много программ, стримов. Там их около 10 штук. У нас есть вот 4 разных категории. Вот есть фермеры, предприниматели, International Steel Worker, там где бальная система. И вот нас интересует сегодня Worker with Saskatchewan Work Experience. В нем додавно было на 3 стрима больше. Пару стримов сейчас отменили. Hard to Feel, по-моему, там был стрим какой-то. Да, там был Hard to Feel Pilot, там был еще какой-то, я уже даже не помню, там было еще 2 маленьких стрима, их сейчас объединили с главным. Главный стрим у нас это Stilt Worker with Existing Work Permit. Чем она нам хороша? Тем, что она прямо построена и написана, как бы в ней, что мы хотим куэтчиков. Они специально добавили, кстати, проведя параллели, есть сейчас программа для израильтян. Израильский Work Permit здесь пока не фигурируют. Своим клиентом из Израиля я говорю, что вам соскачеван пока, что я не вижу смысла. Может быть, его добавят. Кстати, куэт тоже не сразу здесь был добавлен. Его добавили спустя пару месяцев. Вот. Но суть в том, что здесь принимаются ворк-пермиты под куэтом, под LMA и для франкофонов. Соответственно, что мы видим здесь в Aligibility? Давай пройдемся вот по этому тоже. Нужно найти работодателя в соскачивании. Раз. Нужно, чтобы у вас был валидный ворк-пермит, выданный министерством иммиграции 2. Вот. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Нам нужно, чтобы работодатель обратился в Министерство иммиграции местное и получил Job Offer Approval Letter. Это делается буквально за 2-3 недели. Это очень простая процедура. И вам нужно отработать на работодателя 6 месяцев. Обратите внимание, нет никаких требований по предварительному опыту. Нет никаких требований по каких-то там квалификациям. Нашли работу, отработали полгода. Все классно. Подаете? Мы подаемся. Что у нас по языку? У нас есть требования CLB 4 для категорий 4 и 5. Для ноков, которые повыше, там, по-моему, даже без языка сейчас можно еще подскочить. И что у нас тут еще есть интересного? Больше, в принципе, ничего такого. Давай сразу попробуем посмотреть, что у нас по срокам по соскачивану. У них, кстати, очень удобно. У них есть страничка, где отслеживается processing time. Так, так, так. Вот скачиван experience. Значит, вот existing work permit. 2 недели. Это у нас идет processing на job offer, что ли? Да, да, да. Подожди. Нет, подожди. А нет, это на номинацию. Слушай, о, слушай, они разгребли их бэкфлоги. Вот молодцы какие. Значит, 2 недели? Да, и джобы пробовал 2 недели. То есть, фактически 4 недели. Ну, давай для интереса посмотрим на другие, как бы, эти, где сколько что. Вот те стримы, которые бальные, видишь, там, как бы, в принципе, ситуация не поменялась. Там оно в среднем так и было по полгода. А по скачиван experience сроки вполне себе мне нравятся. Тебе нравятся? Неплохо. Неплохо. Вот. Поэтому, вот если вы попали, вот если вы сетите где-нибудь в условной Альберте, в Калгари, в Эдмонтоне, вы туда поехали в надежде на Альберта Opportunity Stream, а сейчас вы вот среди тех, кто говорят, вот Альберта нас кинула, Альберта вот обещала отдать украинцам все, ничего не дала. Ну, начнем с того, что никто ничего не обещал, к сожалению. Вот это заблуждение небольшое. Ты не представляешь, сколько раз у меня люди на консультации говорили про программу Альберта для украинцев. Я такой, чего? Какая, что? Они говорят, ну как, ну, Альберта Opportunity Stream, это же программа для украинцев. Ну, это анекдотические случаи, конечно. Ну, просто много в интернете шорцев всяких интересных о том, что хочешь в Канаду без мозга языка и денег, в Альберту фигач, мы тебе всем поможем. Да. Собственно, давай вот резюмируем еще раз по карте. Вот четыре атлантические провинции и Соскачеван – это самые льготные провинции с точки зрения сложности эмиграции. Язык минимальный, опыт работы минимальный, много где здесь даже не нужен вес. То есть, ну, вот все, что вам нужно, это просто завести себе вот такую вот привычку, вот постоянно рассылать резюм. Кстати, вот, Валя, давай, я тебя спрошу тоже, ты уже в Канаде все-таки как улыбка. С опытом давно, когда в Канаде нужно начинать искать новую работу. Вчера. Как ты думаешь? Правильно. Мы начинаем новую, мы, когда приходим в первый день на новую работу, мы сразу активируем процесс по поиску новой работы. Для чего мы это делаем? Во-первых, искать альтернативу. Во-вторых, когда нам падает какой-то джоб-офер альтернативный, мы всегда можем прийти к своему нынешнему работодателю, сделать свое самое невинное лицо и сказать, вы знаете, вот еще до вас рассылал сотни резюме, вот такая сложилась ситуация. Смотрите, видите, вот здесь вот такая вот зарплата, вот мне так нравится наша работа, у нас такой замечательный коллектив, но тут предлагают вот там на 10 тысяч в год как бы больше, а у меня семья, вот я бы ипотеку хотел взять, вот как бы я не знаю, как не быть. Вариантов два. Либо вам предложат повышение, чтобы вас сохранить, либо вас, да, отпустят на новую работу с хорошим лицом в хороших отношениях, что вы предупредили заранее, вы пришли, вы честно сказали, все как бы вот. То есть и самое главное, что я еще хочу всем объяснить, не стесняйтесь торговаться за условия работы. Да, с одной стороны, можно на это посмотреть, что вот окей, на мое место есть там сотни других желающих, и вы будете правы. Но вместе с этим это не зазорно торговаться и пытаться выбить себе лучше условия. Вопрос в том, как мы их убиваем. Ну да. Мы же не приходим с ультиматумом, там не знаю, с ноги в дверь, как бы типа со скандалом. Мы приходим по-хорошему, по-канадски, как это принято в Канаде. Вот. И наша позиция здесь в том плане, что мы востребованный специалист, нас хотят в другом месте. Если тут нас как бы не удержат, то мы будем вынуждены уйти. И в этом нет ничего разорвать. Олег, расскажи про ног. Да. Ног, расскажи. Да, вот давай про ног раз поговорим, собственно, как бы, как нам проще всего... Давай я покажу, как я это обычно делаю, и как я потом определяю, подходит ли клиент под вот этот вот ног. У меня есть предложение. Мы с тобой сегодня видели вот много где вот профессию вот востребованную. Да. Помощник и медсестер, давай по ней, наверное, сделаем. Давай по ней. Вот. Значит, есть такой замечательный сайт, NOC и SDC GCCA. Он полностью посвящен ногам. Вот мы приходим на этот сайт, у нас есть фильтры поиска по названию позиции и по самому, как бы, коду профессии. Как мы определяем код профессии? Мы делаем вот примерно вот такую штуку. Вот давай. Напишем nurse ads и ног. И я еще добавляю обычно 2021, чтобы нам сразу выдавала редакцию самую последнюю. И вот мы уже видим тут статс Канада, вот у нас уже тоже, вот, собственно, сайт NOC самого, там еще какие-то пошли сайты полуофициальные. Вот у нас есть на сайте Министерства иммиграции, кстати, фильтр по всем кодам, где можно тоже вот просто открываем этот фильтр. Видите, сейчас есть 510 NOC. И мы просто можем даже по списку вот идти и искать, где мы с тобой. Мы сразу видим в первом столбце какой-то тир, пятициферный NOC и название этой позиции. Давай посмотрим теперь на сайте вот NOC, как там дела обстоят. Тут на этом сайте, на самом деле, огромное количество полезной информации, которая вам так или иначе будет полезна и нужна в контексте иммиграции. Начнем с того, что у нас есть вот эта вот первая часть, она называется lead statement. То есть есть базовое описание того, что делают вот эти специалисты. И мы сразу же видим, что вот эти вот как бы помощники медсестер, они ассистируют медсестрам, они это больничный персонал, и они предоставляют вот базовый уход за пациентами. Они трудоустроены в больницах, в домах престарелых, в каких-то вот там других медицинских заведениях. Вот. То есть тут уже мы сразу плюс-минус понимаем, что. Дальше есть такая очень приятная штука, как примеры job title. Я всегда кликаю на, ну, чтобы открыть. На каждую профессию мы найдем огромное количество вариантов написания вот этой вот позиции. То есть все, что угодно может быть, смотрим, какие тут есть варианты. Но они еще специализируются, они туда добавляют. Да, 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 да. Они пишут все варианты возможные, которые только есть как бы вот в индустрии, вот. Что люди могли себе подобрать. Вот. Следующая секция у нас самая-самая-самая важная здесь – это перечень обязанностей. Для того, чтобы мы могли как бы уверенно говорить, что наша работа подпадает под тот или иной но, нам надо, чтобы хотя бы процентов 75-80 вот этих вот обязанностей совпадали с нашей работой. Минуточку, можно сразу перебью, извини. Те умные ребята, которые вставляют вот это с этого сайта себе в резюме, как их main responsibility, не делайте так. Переписывайте их другими словами. Ну, не идиоты сидят, кто у вас резюме читает. HR тоже не идиоты, знают, что такое классификатор профессии Канады. Но вот так делать не надо. То есть берешь всю идею и переписываешь другими словами – уже окей. Но вот списывать сайты – ну это перебор. Да, кстати, очень важно, замечательно, правильно сделать, что да, что ни в коем случае нельзя копировать как бы as is, что я всем советую сделать. То есть это не зазорно взять это за основу, но да, надо переписать своими словами. Если у вас недостаточно хороший английский язык, возьмите чат GPT, загоните туда вот эти вот как бы штуки, сделайте ему промт. Вот давай я покажу вот уже вот. Реальный, живой как бы промт иммиграционного консультанта. Вот смотрите, я пишу ему. Rephrase the following duties, shuffle their order, write the duties in the present tense. И вот я вставил сюда как бы duties, и вот я получил уже их переписанных. И я уже могу это использовать для того, чтобы подготовить черновик справки от работодателя для своего клиента. Это не зазорно. Если у вас уже есть контракт, и у вас уже там прописаны какие-то duties, загоните их в тот же чат GPT и напишите ему, насколько мои duties совпадают с таким-то, таким-то ноком. И попросите его посчитать это в процентах. Если все в диапазоне 75-80%, все замечательно. Если меньше, посмотрите, что можно модифицировать, что можно спросить у работодателя, что он разрешает вам добавить, как это получше. То есть проконсультируйтесь с HR или с работодателем, но duties должны быть вот хотя бы процентов на 75-80% соответствовать описанию нока. Вот. И последняя, но не менее важная секция, которую нам всегда нужно смотреть, это employment requirements. Здесь нам всегда нужно смотреть, во-первых, какие сами требования, а во-вторых, какая их формулировка. Вот давай на примере помощниц медсестер еще раз посмотрим. secondary school, то есть среднее образование, и on-the-job training, или personal support worker nursing care of healthcare at college or private institutional program, то есть какая-то программа обучения будет в этой сфере, или программа колледжа для помощников медсестер, и практика под чем-то руководством are required. Вот эта формулировка are required показывает нам, что человеку без среднего образования на эту позицию не устроится. Это обязательно. Если бы здесь было написано are usually required, мы бы знали, что окей, это у нас как бы такое требование, может да, может нет. Вот. Иногда они пишут, что mandatory, или maybe required, то есть в зависимости от вида работодателя. Иногда, иногда по провинциям разделяют, что в какой-то обязательности. Обязательно. Да, 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 да. Вот те же уже упомянутые сегодня сварщики, вэлдеры. Во всех провинциях это не лицензированная профессия. Альберта. Альберта. А в Альберте нужна лицензия, потому что нефтянка. Нефтянка. Зарвется нахрен. Ну, да. Да. И смотрим, что у нас здесь еще есть. CPR. Это курсы оказания первой помощи. И пишут, что в некоторых случаях нам могут понадобиться еще драйвер-лайсенс. Если это какой-то medical attendant, который на вызовах работает, как бы, с пациентами. И вот мы уже знаем точно, что нам для этой профессии надо. Соответствуем ли мы ей или не соответствуем. Вот популярные бывают, как бы, вот, тоже приходят ко мне люди, говорят, там, Олег, я там веб-девелопер, но учил я вообще политологию. Могу ли я работать веб-девелопером? Я отвечаю, it depends. Потому что мы смотрим, что у нас в этих требованиях есть. И вот, смотрим, смотрим, смотрим. Веб-девелоперы. И тоже у нас пошел лид-стейтмент, у нас пошли там вот описания ноков, main duties, все замечательно. Employment requirements. И мы смотрим. Bachelor degree usually in computer science, computer programming, web development or software engineering, or completion of a college program in computer science or related with is usually required. Вот это вот is usually required ваше спасательное соломин. Что если вы крутейший специалист, там, не знаю, с 10 годами опыта, пройдет. Но если мы будем делать вот для вас LMA, smart permit, там, уже не факт. Уже будем смотреть, как бы, то есть, как бы, пройдет, не пройдет. То есть, я обычно таких клиентов попрошу какой-то сертификат мне все-таки пройти, достать для того, чтобы, как бы, мы точно знали, что нам есть чем прикрыть вот этот вот пунктик. Хотя при этом они пишут, что, как бы, опыт работы, он тоже обычно требуется, и он, как бы, может быть с заменой. Вот. Поэтому вот ищите. Давай, наверное, подведем какое-то такое краткое резюме. Значит, первое, продлевайте work permit. Не ленитесь. Это, как бы, позволит вам, как минимум, больше времени, чтобы какую-то стратегию себе придумать. То, что вы вот уже в Канаде, там, два с половиной года, скоро три года, и вы еще до сих пор не получили PMG, это не означает, что нужно все бросать и куда-то уезжать из Канады. Вы уже столько прошли, столько уже всего сделали. Задержитесь. А вдруг получится. И я уверен, что у многих, да, получится. Второе. Если вы сейчас в какой-то провинции, в скобках Альберта, и у вас пока что ничего не получается, ничего страшного. Посмотрите на востребованные профессии вот в других провинциях, особенно в Атлантике. Вот в Альберте вы соседи соскачиван. Посмотрите, что соскачивали. Там тоже, как бы, много вариантов. Кстати, я забыл еще добавить один важный момент про соскачиван. Он чем-то похож на Нью-Брансвик в том плане, что, казалось бы, очень похожие условия географические, такие, как вот в Альберте с точки зрения климата, с точки зрения, как бы, тоже там, сельское хозяйство развито. Ну, да, гор нет, но как бы по климату очень похоже. Но в Соскачиване нету городов-миллионников. В Альберте у нас есть Эдмонтон и Калгари, два города-миллионников. В Соскачиване у нас вот два самых крупных города, это Соскатун и Рыжайна, в каждом из которых, по-моему, там 220-250. Среднестатистические вот восточноевропейские областные центры. Вот. Там меньше людей, там проще вот переехать, там дешевле, кстати, тоже немаловажный фактор. И если, скажем так, вот сравнивать вариант переехать куда-то в Атлантику, и вам кажется, что это там далеко за там до 3000 километров ехать, окей, соседний Соскачиван, на машину сели, через 4-5 часов вы уже в Соскачиване, ищите там. И туда и переехать будет банально как бы проще, потому что, условно говоря, взять какой-то, не знаю, там, трак, перевезти свои вещи туда проще, чем за 3000 километров туда лететь в Атлантику. Возвращаясь вот к рекомендации, значит, work limit, востребованные профессии, опыт работы, язык. Всегда, вот этот вот набор факторов, он всегда рано или поздно сработает. Поэтому главное не отчаиваться. Если нужна какая-то помощь, обращайтесь к каждой ситуации. Внутри Канады почти всегда можно что-то придумать. То есть я вот, я сейчас просто наблюдаю вот среди многих людей такой вот период немножко вот упадка мотивации и настроения, потому что вот приехали, вот вроде бы уже столько всего сделали, а еще не идет. Я ввести, в чем еще получается разница. Вот те люди, которые изначально давно планировали эмиграцию в Канаду, они вот отслеживают все вот эти ситуации, они морально более устойчивые, потому что, ну, мы все к этой эмиграции готовились. То есть мы еще на процессе подготовки, мы всегда видели и наблюдали, что вот эти вот изменения в законодательстве, это постоянно. Вот эти вот разговоры, что вот все плохо, закрутили Гайфи, Канада закрыла, оно случается с периодичностью каждых там полтора-два года что-то происходит, какие-то изменения выходят. И вот те, кто в этом давно, уже просто к этому имеют иммунитет. А вот ребята, кто по кое-каку приехали, вот вы приехали полны надежд, что вот вы построите сейчас новую жизнь здесь. И вот, и тут вдруг вам кажется, как будто все против вас. Нет, это не против вас, это просто обычная цикличность канадской иммиграционной системы. Вот и все. Спасибо тебе огромное, Олег. Спасибо большое, ребят. Спасибо за просмотр. Повторюсь, если надо, ссылка в описании под роликом, я оставляю контакты Олега, вы можете записаться к нам в консультацию, если хотите, можете самостоятельно все. Anyway, ссылочки на все, что мы сегодня показывали, мы оставим под роликом, можете самостоятельно посмотреть. Ну, там что, 4 провинции надо бы, и ног, господи, сам поставлю на шоу. У меня это и так есть. Вот. Спасибо тебе. Ваня, а я с твоего позволения еще добавлю, что заказывайте резюме у Ивана. Он уже не... У нас просто, мы вместе работаем, я уже много получаю тоже от клиентов, и люди уже приходят с подготовленным резюме, я спрашиваю, что у Ивана заказывали? Говорят, да, откуда вы знаете? Говорят, ну, угадайте, откуда я знаю. Спасибо большое. Хорошее резюме – это очень важная штука в поиске работы. и люди часто вот недооценивают необходимость подготовки резюме к каждой вакансии. Отзеркалить вакансию, написать хороший cover letter – это уже полдела. Спасибо большое, спасибо. Спасибо за приглашение. Ребят, спасибо за просмотр, все, до скорого, пока. Пока, всем пока. Пока.